Рассказать о проблемах подростков решили в Самарском доме молодежи. Они поставили спектакль «Жизнь, не театр», цель которого показать молодежи, что из любой трудной ситуации есть выход. Главная героиня, которую играет Алена Богданова, закрытый и одинокий подросток, над которым издеваются в школе. Как ей поступить, чтобы обрести уверенность, должны подсказать сами зрители в конце спектакля. Старшеклассница Алена Богданова рассказывает, когда ее пригласили исполнить главную роль, сразу согласилась, хотя от театра далека. Если они чувствуют себя одиноко, мы тоже им помогаем. И если они хотят пойти не по тому пути, мы попытаемся их направить на верный. Самое главное не переживать, потому что все-таки школьное, все, что происходит, оно уйдет потом на задний план. Лучше перетерпеть этот черный период жизни и пойти вперед в светлое будущее, в котором все будет намного лучше. Проекту «Жизнь, театр» третий год. Авторы постановок раскрывают невыдуманные истории о подростковых проблемах. Наркотической, алкогольной зависимости, школьной травле и непонимании отцов и детей. После репетиции участники работали с психологом, который объяснял, как вести себя после спектакля, если школьники захотят поделиться своими личными историями. А диалог подразумевается. Сценки специально поставлены с открытым финалом. Подобных проектов в Самарской области пока нет. И его особенность все-таки в том, что мы разговариваем, поднимаем насущные проблемы и разговариваем с ребятами на равных. Подростки, которые испытывают какие-то проблемы, они зачастую боятся или стесняются поделиться этим со взрослыми. То есть это могут быть их педагоги, могут быть родители, психологи в школе. Они не так им сильно доверяют, как своим сверстникам. Организаторы проекта планируют показать спектакли в самарских школах. В течение сентября подростки смогут увидеть 18 постановок. И еще один дополнительный показ пройдет с участием самих школьников, которые придут на премьеры и пожелают стать частью театрального проекта. Валерия Куценко, Николай Сидоров, События. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!